Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание третьей главы Послания апостола Иакова. В этой главе апостол Иаков касается очень важной темы А именно темы грехов человеческого языка Или того зла или того блага, который может человеку принести язык. Начинает он свое рассуждение с того, что должность учителя, служение учителя, христианского учителя, наставника таит в себе определенные опасности, связанные с очень большой ответственностью. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергемся большему осуждению. Но поскольку орудие учителя – это прежде всего слово, прежде всего орудие христианского учителя, то за это слово человек будет отвечать, потому что слово в человеке имеет разное действие. Ибо все мы много согрешаем. И апостол Иаков говорит в удивительных словах, что кто не согрешает в слове, тот совершенный человек, который способен обуздать и все тело. И вот, сделав такое необходимое введение, апостол Иаков, он иллюстрирует, ну, скажем так, силу языка, и в том числе силу греха, который можно нанести именно языком, иллюстрирует рядом примеров, я бы даже сказал, каскадом примеров. И эти примеры можно для удобства разделить на две группы. То есть, одна группа примеров, она строится по принципу, когда нечто маленькое способно управлять чем-то очень большим. И вторая группа примеров, это когда нечто одно абсурдным образом способно производить из себя две противоположные, не сочетающиеся друг с другом вещи. Вот давайте разберем эти примеры. Итак, примеры первой группы. Это примеры с удилами и конем, пример с кораблем и рулем, и пример с искрой огня, которая способна сжечь очень много вещества, способна сжечь целый лес. Итак, язык. В сравнении с другими членами тела, он очень маленький, но способен очень много сделать. Итак, пример с конем. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они поминовались нам и управляем всем телом их. Да, небольшая узда, но управляет всем телом коня, и тело коня по своему размеру несозмеримо больше узды. Корабль, какой бы ни был большой, тем не менее управляется маленьким рулем, который в соотношении с кораблем, конечно, имеет меньший размер, площадь и вес. «Небольшой огонь, как много вещества зажигает». Ну, здесь греческий текст послания апостола Иакова, он позволяет перевести слово «вещество» словом «лес», и от этого пример становится более понятным. Мы все знаем, что от небольшой искры, от небольшого уголька, от одной спички может разгореться пожар, который затронет не один гектар. Мы с вами знаем подобного рода случаи, подобного рода стихийные бедствия, которые иногда имеют причину в поведении самого человека. Поскольку все примеры, которые приводит святой апостол Иаков, они очень житейски конкретны, поэтому мне кажется, перевести здесь слово «вещество» словом «лес», тем самым из абстрактного понятия, перевести понятие к более земному и конкретному, но здесь не будет никакой ошибки, потому что я повторю, что греческий текст нам позволяет это сделать. И вот язык, он сравним, вот в данном случае с этими примерами, он тоже, в общем-то, небольшой, но способен совершить зло в жизни и одного человека, в жизни многих людей, да и что и говорить, в жизни целых государств язык может многое привести к расстройству и разрушить. Следующий, скажем так, ряд примеров, он, как я уже говорил, построен по принципу, когда из чего-то одного происходит нелепым образом противоположные вещи. И вот, например, «Этим языком, нашим языком, мы благословляем Бога и Отца, и им же проклинаем людей, сотворенных по подобию Божию». То есть, зло, которое несет язык, оно абсурдно, оно недопустимо, оно невозможно. Мы словословим Бога, обращаемся к Богу с молитвами, и одновременно способное уничтожить словом человека, но того человека, который является образом и подоби того Бога, в которого мы так истово верим. Из тех же уст исходят и благословение, и проклятие. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? То есть, вода годная для питья и вода негодная для питья. Этого не может быть. А тем и менее, именно с языком так и бывает. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Ну, действительно, каждое дерево, оно производит плод в соответствии со своим видом, со своей породой. Это в природе только так и бывает. Но, к сожалению, человек, этот естественный природный уклад, он способен изменить благодаря своему языку. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. То есть, мы видим, что апостол Иаков здесь не скупится на примеры, как будто желает с каждым новым примером донести до нас смысл того, что он хочет сказать. Он как будто считает, что одного примера недостаточно, мы не понимаем, до нас не доходит. И он щедро наполняет свою речь вот этими яркими и доходчивыми для нас образами. Но это еще не все. Язык, пишет апостол Иаков, огонь. Да, в этом смысле, да, этот образ нам понятен, он уже встречался в этом тексте. Прекраса неправды. Вот это выражение прекраса неправды, оно очень интересное. То есть, если мы попытаемся перевести, скажем так, вот в данном случае, ориентируясь на русский текст, то есть, прекраса неправды, что любую неправду, любую ложь можно с помощью языка приукрасить и выдать за ложь. Конечно, мы можем видеть здесь отсыл, в общем-то, к неким традициям античности, когда софисты, когда ритеры могли с помощью дара слова создать убедительную картину происходящего, при том, что злодей мог быть описан с помощью языка в таких категориях, что он нам представлялся самым прекрасным, добродетельным человеком, а, например, человек добродетельный, да, мог быть описан со всей убедительностью, как человек крайне порочный. Недаром, что ритеры, упражняясь, скажем так, как в своем искусстве иногда от своих учителей получали противоположные задания. Например, сначала нужно было представить, допустим, Елену Троянскую как прекраснейшую и добродетельную из женщин, что ритер, пользуясь искусственным словом, делал прекрасно. И тут же, через какое-то время он получал задание составить речь, в которой бы эта же Елена Троянская представлялась бы нам как самая худшая и порочнейшая из женщин и с помощью искусства слова, опять-таки, человек, владевший вот этим мастерством, он прекрасно справился с этой задачей. Но убедительность слова не всегда сочетается с истиной. И поэтому апостол Иаков, конечно, имея в виду прежде всего это, он и говорит, что язык бывает прекрасно неправдой. Если мы обратимся к греческому тексту послания апостола Иакова, то там стоит такое выражение космон тисадикес, то есть космос неправды, мир неправды. Да, действительно, в греческом языке слово космос имеет несколько значений. Это и порядок, это и мир, и в том числе и украшение. От этого происходит такое слово, как косметика. И здесь, может быть, несколько поразмышляя над этими строками мы можем представить себе, о чем говорит апостол Иаков. Да, язык способен создать целый мир неправды. Или, выражаясь временным языком, язык способен создать новый виртуальный мир, выдуманный, фиктивный, но в который человек будет верить и идеалам, которые человек тоже способен верить. Я думаю, что все мы можем в этом убедиться и не только обращая внимание на то, что говорят люди, но, как правило, что пишут публицистики, как люди способны оценивать те или иные явления и как иногда способны работать в разных направлениях пропаганда. те или иные правители государств, которые, например, могли вести за собой людей и часто вести к ложным идеалам, тем не менее умели с помощью пропаганды и слова убедить своих последователей, что зло это добро, что, перефразируя известное классическое произведение, что война это мир и так далее. От темы вот такого разрушительного употребления языка апостол Иаков переходит к следующим для нас очень интересным образом. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело, воспаляя круг жизни, но в данном случае здесь можно более понятным образом перевести как ход жизни или течение жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Вот, пожалуй, один из самых сильных образов, которые использовались апостол Иаков, по его мнению язык, несущий ложь и зло, который можно сравнить с огнем, он как будто свое воспламенение получает от самой гиены. Мы помним, что это было особое место за пределами Иерусалима, это такой свалка отходов, на которой постоянно горели костры, которые в Евангелии становятся таким образом вечного отказания и вечных мучений и образом ада. И вот, разобрав тему языка, ответственности за свои слова, апостол Иаков переходит к теме истинной мудрости. Если мы будем читать все произведение целиком, то мы заметим, что апостол Иаков неоднократно повторяется и возвращается к одним и тем же темам, и вот в каждый такой момент он пытается тему раскрыть с разных сторон. Но в то время, когда писалось это послание, да, не было компьютеров, не было соответствующих, ну, скажем так, редакторов, да, где можно вырезать некий отрывок текста, ставить в другое место, совершить так называемый копипейст, но тогда человек, начиная писать, описал он все-таки на материале, который он покупал, и желательно было сразу писать начисто, он вынужден, просто вынужден был возвращаться к каким-то темам, которые, как ему казалось, например, несколькими абзацами назад, он, может быть, раскрыл недостаточно. И мы помним, как в первой главе апостол Иаков убеждает христиан, что нужно молиться к Богу без сомнения, веря, что Господь подаст просимое. Но апостол Иаков имеет в виду не всякую просьбу, он говорит, у кого не достает мудрости, пусть просит у Бога без сомнения и обязательно получит. И вот здесь употребляет слово мудрость, а апостол Иаков не расшифровывает его, но он все-таки дает нам понять, что он подразумевает под премудростью или под мудростью в третьей главе, это стихи 13-18. Итак, что же такое мудрость согласно апостолу Иакову, о которой нужно просить? Мудрость обладает следующими характеристиками. Она чистая, она мирная, она скромная, послушная, она наполнена милосердием, добрых плодов в отношении к людям беспристрастно и нелицемерно. И вот плод этой правды, плод истины, он и сеется, и пожинается теми людьми, которые умеют хранить мир. То есть, по мысли апостола Иакова, мудрость это не сколько способность или возможность много знать и понимать, сколько способность правильно поступать, и поступать прежде всего по любви. И вот эту истинную премудрость, которую апостол Иаков называет премудростью снисходящей свыше, этой премудрости он противопоставляет другую премудрость, которую он называет мудростью земной, душевной и бесовской. И вот каковы характеристики этой иной в кавычках мудрости? Если в вашем сердце у вас горькая зависть, сварливость, то не лгите на истину, это не есть мудрость подлинная, сходящая свыше, но мудрость земная, душевная и бесовская, ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. И вот эти слова апостола Иакова они вновь и вновь подчеркивают, что такое для него истинная мудрость. Это отвержение зла и в конечном счете именно всего того, что разрушает любовь. Возникает, конечно, вопрос, а почему он эту мудрость называет душевной, а не плотской? Почему здесь мудрости духовной противопоставлена мудрость не плотская, а именно душевная? И мы смеем догадываться, что все-таки душевную жизнь легче спутать с духовной. Именно поэтому апостол Иаков здесь говорит в отрицательном значении о мудрости, как о мудрости душевной. Действительно, в общем-то, достаточно легко в своей жизни отделить те грехи, которые влечет нас плоть, но душевные соблазны, которые способны маскироваться под духовность, они поддаются гораздо худшей диагностике и поэтому апостол Иаков предлагает вот эти критерии. Ты можешь думать, что ты духовен, но, скорее всего, ты душевен, потому что, если твоей мудрости сопутствует зависть и все худое сопутствует нелюбовь, то это не есть подлинная мудрость, о которой нужно без сомнения и с уверенностью умолять Бога. Субтитры